С оглушающим ревом моторов и столбами пыли за спиной мотоспортсмены начинали заезды. Соперничество колесо в колесо усложняло трассы с крутыми подъемами, спусками, поворотами и песком. В этом году в составе мотопокорителей бездорожья была представительница прекрасного пола Анна Куликова. Мотокроссом я занимаюсь только год. Меня заразили этим друзья. С тех пор я фанатка мотокросса. Начинала я вообще обучение езде на китайском мотоцикле, ТТР-125, потом, мне его стало мало, я перешла уже на кроссовый мотоцикл. Трасса хорошая, интересная, маневренная, но для меня в первый раз мне понравилось. Мотокросс – уникальный вид гонок, не похоже ни на что другое. Люди, приходящие в этот спорт, уже давно позабыли про то, что такое страх и боль. Соревнования с каждым годом набирают популярность. Об этом свидетельствует широкая география участников и количество спортсменов. Всего около 80 любителей и профессионалов приехали в Нефтекамск. Азартная и непредсказуемая гонка в этот день состояла из нескольких заездов. В открытом классе наш город представляли 4 спортсмена. Соревнования подобного уровня в Нефтекамске проводят уже более 50 лет, то есть практически со дня основания нашего города. И уже стала добрая традиция проведения в Нефтекамске кубков и чемпионатов Республики Башхатусан. Последние несколько лет мы проводим два старта. Это один, посвященный Дню молодежи, Кубок РБ. И вот в сентябре месяце это заключительный этап бич командного чемпионата Республики Башхатусан. Состязания проходили в семи классах мотоциклов. На каждом этапе по два заезда. По итогам командного зачета лучшим стал Центр технических видов спорта города Уфы. В личном зачете спортсмены Нефтекамска заняли 7, 8 и 9 места.